Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей о событиях среды. 28 сентября вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. В Сочи обсуждают перспективы аграрной политики и на международном саммите обсудят господдержку АПК. В Сочи создадут единый реестр детских и спортивных площадок. С такой инициативой сегодня выступили народные избранники. Заброшенные стройки в Сочи снесут, в том числе по решению суда. Такую позицию власти озвучил глава курорта Анатолий Пахомов. На спортивных колясках по трассе Формулы-1. В Сочи сегодня состоялась вторая международная гонка Гран-при Рецепт Спорт. Политическая принадлежность не должна мешать интересам региона. Об этом заявил Вениамин Кондратьев на встрече с избранными депутатами Госдумы от Краснодарского края. Уже в октябре им предстоит отстаивать интересы Кубани в столице. В разговоре с губернатором обсудили инициативы, которые необходимо будет проталкивать на федеральном уровне. Подробнее о встрече наши коллеги из Краснодара. Нынешний состав депутатов Государственной Думы от Краснодарского края обновился больше, чем наполовину. Причем часть из народных избранников не профессиональные политики, а бизнесмены, общественники, спортсмены и мэры крупнейших краевых городов. То есть люди, которые занимались не теорией, а практикой. В Нижней Палате Кубань будут представлять 17 человек. 10 от Единой России, 2 от ЛДПР и столько же мест у КПРФ. В нашей большой группе депутатов Кубани надо понимать, что краснодарский хлеб не имеет никакого политического запаха. Запах один. Родная земля. Без политического визга работает синхронно в интерес к избирателям Краснодарского края. Цель одна. Это абсолютно верно. Законы нужно не для галочки делать, а для жизни. Не для счета их ни в коем случае. А у нас подходы, порой депутаты отчитываются. Мы приняли столько законов. Когда вокруг себя любой житель нашего края увидит, что что-то поменялось, по большому счету, благодаря этому закону, да можно о них не говорить, он увидел изменения. А когда мы отчитываемся количеством, а не качеством, конечно, тогда мы качества в целом не имеем. Мы защитить должны. Защитить от проходимцев, мошенников и шалатанов. Должны на законодательном уровне, в федеральном уровне защитить просто простых людей. Законы должны быть такими живыми. Знаете, как я говорю, они должны иметь человеческое лицо сегодня. Наши нормы, наши федеральные законы человечными должны стать. Примитивно к конкретной жизни людей. Конкретная жизнь человека. Это, например, когда фермер может получить землю в аренду без торгов, поясняет губернатор. По федеральным нормам сейчас проводят публичные аукционы. Естественно, почти все участки себе забирают холдинги. В Москве это кажется не столь существенным, но для аграрного края принципиальный вопрос. Так же, как и передача в собственность региона пляжей, чтобы была возможность следить за их состоянием. Времени на раскачку, чтобы решить эти и другие вопросы у избранных депутатов не будет, настраивает на работу Вениамин Кондратьев. В непростое время сегодня объективная политическая ситуация, экономическая. И вам принимать эти законы, вам предстоит делать это правое регулирование, исходя из тех проблем, которые сегодня существуют. Давайте его сделаем таким, чтобы, как я уже сказал, была возможность у субъекта максимально развивать собственную экономику, получать прибыль. И вот за счет этой уже прибыли налогов реализовать все обещанные наши программы непосредственно внутри края. Денег мы не просим, и программу мы не просим. Надо просто искать ту норму, которая нам позволит зарабатывать. Свой вариант, как заработать региону, предложили в ЛДПР. Кубань – транзитный край. Здесь огромное количество грузоперевозок. При этом, по статистике, 70% фур ездят с перевесом, нарушая закон и разбивая именно региональные дороги. Депутаты готовы на федеральном уровне продумать систему, когда бы штрафы за перевес шли в краевой бюджет. Только один такой комплекс в одной Костромской области, в бога забытом месте, снимает в день до 40 штрафов. Один штраф – 150 тысяч рублей. Это 6 миллионов ежедневно. Вы посчитайте Краснодарский край, посчитайте в год. Это более миллиарда рублей дополнительных доходов. А транспорт, как правило, не Краснодарский. Вот пример, как можно привлекать, по сути, деньги, используя федеральные какие-то заплаты. Заставить учитывать специфику конкретного субъекта России – одна из основных задач нового состава кубанских депутатов Госдумы. Вплоть до проблем конкретного города. Что говорить, если даже Сочи нуждается в грамотном лоббировании интересов жителей. Город Сочи – это 145 километров побережья, 80 сел, ни одной из которых официально селом не является. Все, кто живут у нас в сельской местности, – это горожане, граждане города Сочи. Значит, никаких льгот для врачей, которые поедут в ООО «Малый Кичмай» работать там в медпункте. Никаких проблем внутригородских маршрутов, тарифов и так далее, потому что это все город. Новый созыв Нижней палаты как раз и будет теснее связан с регионами за счет одномандатников. Один из таких депутатов, Наталья Боева, даже собрала книгу наказов от жителей своего округа. Каждый район с этими самыми, с картинками, со всем, то есть работать, да, придется. Так а что это вы мне-то отдаёте? Чтобы лучше работалось, губернатор предложил периодически читать ее на охотном ряду, где уже 5 октября пройдет первое заседание Новой Думы. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар. На инвестиционном сочинском форуме Кубань представит новую деловую программу и измененную экспозицию. Готовность главного экономического события года Вениамин Кондратьев обсудил со своими заместителями и главами муниципалитетов. В этом году регион сократил количество проектов практически в 4 раза. По мнению губернатора края, сочинский форум должен быть содержательным. И подписанные соглашения необходимо реализовывать, а не просто оставлять на бумаге. Для этого все инвест-предложения важно привязывать к транспортной инфраструктуре и техническим возможностям. Уже такие контракты, которые позволят выйти нашей экономике, нашего региона, нашего края на траекторию роста. Наша цель не рамочные соглашения, а конкретные контракты. Не нужны соглашения о намерении. Они же ни о чем. Давайте лучше конкретику покажем. Конкретные договора. Конкретные. Не нужны там лежи. Нужен макет, а к нему конкретно пакет документов. Все. Пока не будет пакета документов, значит это даже не проект, а макет какой-то стоит. Только обеспеченный возможностями, возможностями со стороны муниципалитета и даже если нужно края, реализовать этот проект. При этом, как отметил Венимин Кондратьев, немаловажно, что 30% инициированы не властью, а самими бизнесменами, что тоже показатели реалистичности предложений. Представят весь инвестиционный потенциал Кубани на одной площадке с помощью интерактивных презентаций. Особое внимание проектам аграрной отрасли, промышленности и туризма. Сегодня это локомотив развития экономики края. Начинается экспозиция с территории Краснодарского края и как раз таки с приоритетных инвестпроектов, которые мы выделили, их небольшое количество. И любой инвестор, который будет входить на экспозицию, будет проходить изначально через Краснодарский край. И здесь уже наша совместная задача, чтобы отработать вместе с муниципалитетами. Реализацию всех крупных и значимых проектов губернатор края поручил главам муниципалитетов держать на контроле. Слово в рамках форума уже запланировано подписать соглашение более чем на 600 миллиардов рублей. Елена Всецина, телекомпания ФКТ. Участников сочинского форума будут возить на новых машинах. Край получил 150 автомобилей и микроавтобусов премиального бренда Genesis, который в этом году стал официальным партнером Международного инвестиционного форума. Официальная церемония передачи автомобилей прошла с участием представителей краевой администрации и российского представительства бренда Genesis. С местом был выбран Сочи-автодром, который считается самым современным автоспортивным комплексом Европы. Здесь ежегодно проводится Гран-при России Формулы-1. Машины были предоставлены компанией для организации транспортного обслуживания мероприятия. Сотрудничество с сочинским форумом мы считаем отличной возможностью продемонстрировать всем нашим потенциальным покупателям достоинство автомобилей Genesis. Мы передаем 150 автомобилей для нужд сочинского форума. Машины уже, вы видите, готовы. И мы уверены, что машина очень понравится всем участникам форума. Форум открывается в Сочи 29 сентября. Главной темой пленарного заседания станет развитие мировой экономики и перспективы инвестиционного и инновационного будущего России. Форум проводится ежегодно при поддержке правительства России и собирает около 9 тысяч участников. В Сочи обсуждают перспективы аграрной политики. Международный саммит сегодня открылся в Олимпийском дворце Адлер-Арена. Главная тема – государственная поддержка развития агропромышленного комплекса России в современных геополитических условиях. Подробнее Татьяна Говоркова. Площадкой для обсуждения тем аграрной политики России стал один из наиболее развитых в сельскохозяйственном отношении регионов. Краснодарский край занимает лидирующие позиции в производстве зерна, молочной, мясной и плодово-овощной продукции. На Кубани собирается пятая часть всего сахара страны. Мы полностью можем обеспечить себя продуктами питания и, естественно, экспортоориентированный регион. Достаточно большой объем произведенной продукции мы экспортируем в соседние регионы, за рубеж. Конечно же, у нас есть и свои проблемы, и достаточно большое количество задач, которые мы ставим перед собой. Это не одного года задачи, а требующие ближайших пяти-десятилетнего развития. Инвестиции вкладываются в развитие чаеводства и садоводства. Уделяется внимание обновлению поголовье крупного рогатого скота, рыбной отрасли, которая является важнейшей составляющей для развития агропромышленного комплекса. Решается и вопрос полного импортозамещения в производстве сахарной свеклы. Ученые разработали отечественные гибриды семян, не уступающие по качеству. Многие предприятия-производители уже подтверждают свой уровень на международных конкурсах и становятся лауреатами национальной премии за качество. А это значит, что Кубань предоставляет богатую инвестиционную площадку. Условия для развития национального бизнеса по производству и переработке сельскохозяйственной продукции есть. Со стороны государства будут приняты меры по уменьшению рисков разного характера. Особо важными являются фальсифицированная пищевая продукция и предупреждение заболеваний. По распространению африканской чумы свиней, например, положение действительно очень тревожное. Существует угроза заноса возбудителя заболевания и в Уральский регион, но там уже близко и Сибирь. Кстати, вчера же мы тоже дали на новостную ленту информацию о том, что вспышка африканской чумы свиней, по-видимому, впервые произошла в Молдавии. Пленарные заседания и круглые столы должны привести к выработке единой позиции власти и бизнеса по актуальным темам работы сельского хозяйства в новых условиях. В обсуждении острых вопросов аграрного сектора принимают участие лучшие специалисты этой отрасли. Здесь говорят о наращивании экспортного потенциала российских производителей. В нынешнем состоянии и перспективном развитии сельского хозяйства затрагивают и темы обеспечивания продовольственной безопасности страны и насыщения рынка качественными пищевыми продуктами. Таким образом, саммит стал хорошим стартом к международному инвестиционному форуму. В Сочи съехались более тысячи журналистов со всего мира. 20-й форум СМИ под названием «Вся Россия» открылся накануне вечером в Дагомысе. Центральной темой традиционно стала свобода слова. Главная задача, которая у нас была все 20 лет, это обустройство медийного рынка, чтобы была экономическая независимость любого СМИ, чтобы был шанс. Потому что любой президент, который приходит к власти, он говорит свобода слова – это прежде всего экономическая независимость СМИ. Важность работы журналистов отметил и мэр Сочи, который также посетил открытие фестиваля. Трудно недооценить, а тем более переоценить журналиста, его профессию, его влияние на общество. Сейчас в мире все чаще сравнивают журналистику с пропагандой. Из-за этого доверие зрителей начинает падать. Для диалога с российскими коллегами в Сочи приехали представители иностранных информационных агентств для налаживания диалога и дальнейшего сотрудничества. На повестке фестиваля стоят также обсуждения, поддержки журналистских расследований, чтобы всегда была возможность довести дело до конца. Главными темами также станут борьба с контрафактом, обстановка, захлестнувшая страну коррупцией и здоровая среда в России. В Сочи создадут единый реестр детских и спортивных площадок. С такой инициативой сегодня выступили на очередной сессии городского собрания народные избранники. Обсудили депутаты и кардинальные изменения налогового законодательства, которые ждут налогоплательщиков с 1 января 2017 года. Подробности у нашего корреспондента. В новом году в государство придут новые налоги. Изменения налоговой системы России, отмечают депутаты, ускорят темпы восстановления экономики. А для того, чтобы в частности в Сочи не наблюдалось существенной налоговой нагрузки, народные избранники решили дифференцировать ставки, предложенные налоговым кодексом. Жилые дома, квартиры, коммерческие объекты. У каждого будет своя процентная ставка. В данном случае немаловажно уделить внимание сочинскому бизнесу, отмечают депутаты. Особенности то, что касается наших удаленных территорий нашего города. Это небольшие магазины, которые у нас в удаленных аулах находятся, в сельских зонах находятся. Чтобы это было подъемно, чтобы малый бизнес, который на сегодняшний день у нас развивается, и обслуживает население во всех этих точках, он не ушел из-за непомерных налогов. Сейчас мы будем оплачивать налог на имущество и на жилье, исходя из кадастровой стоимости. Она у нас по городу Сочи довольно-таки высока. Мы-то уже градацию сделали. То есть мы понижающие коэффициенты, которые касаются жилья, стоимостью до 5 миллионов рублей. Следующая группа жилья, которая касается от 5 до 10 миллионов рублей. Потом от 10 до 20 миллионов рублей. И от 20 миллионов и выше. Вот на первых две группы мы сделали понижающие коэффициенты для того, чтобы снизить налоговое время. К примеру, процентная ставка на квартиру стоимостью до 5 миллионов составит 0,05%. Первые платежи по-новому в казну поступят в 2018 году. Особое внимание на очередной сессии уделили и инициативе депутата городского собрания Михаила Бугреева. Он предлагает собрать в единый реестр все многочисленные детские и спортивные площадки Сочи. Строятся они в том числе и с самими народными избранниками по наказам избирателей. Правда, документально такие территории нигде не учтены. Из-за чего и попадают в зону риска. Данным решением мы прежде всего сохраняем данные площадки от сноса. Второе, мы даем толчок для муниципальных наших органов о создании общего реестра тех площадок, которые находятся на территории нашего Сочи. Она будет стоять на кадастре. На все. Да, она уже просто, данная земля, она не может попасть под данную застройку. Потому что она будет, в всех городских документах, она будет обозначена как зона запрещенная к строительству каких-либо объектов. Кто за? Депутаты отмечают, это работа совместная. Собирать информацию и проводить инвентаризацию таких площадок, а также других объектов социальной направленности, депутаты будут совместными усилиями. Приняли народные избранники еще одно решение, направленное на сохранение зеленых зон курорта. Уже в ближайшее время в городе появится список территорий, которые будут считаться особо охраняемыми зонами. А это значит, что там будут запрещены любые разрытия, более того, даже коммуникации оттуда вынесут. Ольга Десятого, Инга Габешия, Демитр Даниловский, телекомпания ФКТ. Заброшенные стройки в Сочи будут сносить, в том числе по решению суда. Такую позицию городских властей озвучил глава курорта Анатолий Пахомов. Мэр вызвал к себе на разговор тех, у кого разрешение на строительство давно истекло, а новоселье в домах люди так и не справили. Фасад недоделан, нет сетей, прилегающая территория заброшена. Вот так в нескольких словах можно описать большинство таких объектов. Порой есть решение суда на снос, например, лишних этажей. Но технику на стройплощадку так никто и не пригнал. А иные строения и вовсе в свое время начали расти без разрешения. Да еще и в ущерб соседним домам. Такие здания город не красят, отметил глава Сочи. Сами застройщики не торопятся найти выход из ситуации, просто скрываются, а вместо себя присылают помощников или родственников. Идти на компромисс в таком случае власти не будут. Тем более, что, по словам мэра, острой необходимости в жилых комплексах сейчас в Сочи нет. Острее стоят вопросы строительства школ и больниц в растущих районах. Это огромные дорогостоящие объекты были. И все благодаря тому, что у нас вот такие инвесторы были, которые строили дома, домов настроили, продали, а потом инфраструктуры социальной ее не хватало. Нам строить в городе Сочи жилье не надо. Понятно, да? Это не только моя позиция, это позиция губернатора, это позиция главы государства. Потому что нам строить в городе сегодня, ну, это вредит, потому что социалки не хватит. Там, где, помимо прочего, территория захламлена, разбираться будут главы районов и Роспотребнадзор. В ближайшие дни они посетят участки. И если мусор так и не будет убран, выпишут немалые штрафы. Поймите, что все это закончилось. Сочинские школьники определяются с будущей профессией в Сириусе. Сегодня там стартовала программа профориентационных экскурсий для семи и восьми классников. Программа называется «Один день в научном парке Сириуса». Организована она самим образовательным центром и городским управлением по образованию и науке. Мы увидели буквально с первых минут посещения нашими семиклассниками центра, насколько это интересно детям. И профориентационная работа строится очень нестандартно. Посещая демонстрационные площадки, площадки лабораторий, участвуя в мастер-классах, ребята смогут определиться, что же им интересно. И самое главное, в области науки и техники. Сотрудники знакомят школьников с деятельностью наукопарка. Здесь есть опытно-демонстрационные полигоны и выставка завершенных проектов. Гости выполняют практические работы в мастерских прототипирования, схемотехники в лабораториях биохакинга и нанотехнологий. У меня в руках растения клубники, грязь, еще молекулы. Я в белом калате, потому что мы находимся в лаборатории и смотрим под микроскопом разные молекулы, растения. Не всем ребятам удается попасть сюда на целый поток только самым талантливым. Но такая однодневная экскурсия поможет школьникам сформировать представление о будущей профессии. У нас здесь уже фактически сейчас открываются программы дополнительные и углубленного изучения академических дисциплин, и самое главное – работы в лабораториях. То есть это возможно создавать научно-технические проекты и возможно создавать проекты, связанные с углубленным изучением дисциплин. Проект рассчитан на долгосрочное сотрудничество в рамках этого учебного года. Планируется, что такие экскурсии посетят семьи восьмиклассники всех школ в Сочи около 10 тысяч человек. Елена Всецнавна, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В преддверии Международного дня пожилого человека к сочинским пенсионерам выехали врачи. Выездной прием состоялся сегодня в Доме культуры Центрального района. В течение двух часов прием вел врач-терапевт. Также люди преклонного возраста могли пройти скрининг-обследование. Оно включает в себя измерение артериального давления, определение уровня сахара и холестерина в крови. А на аппарате кардиовизор врачи проверили состояние сердца пациентов. В эту субботу медицинский десант высадится в Хостинском районе. Прием откроется в 12 часов в Доме культуры Кудепста. В течение двух часов, кроме медиков Центра здоровья, обследование будут вести и узкие специалисты – невролог, офтальмолог, отариноларинголог, кардиолог и эндокринолог. В Сочинском онкодиспансере пройдет день открытых дверей. На СИРАС акцию посвятят борьбе с опухолевыми заболеваниями молочной железы. Врачи-онкологи будут проводить консультативный прием 1 октября с 9 до 12 часов в этот день. Все желающие смогут бесплатно, без предварительной записи и направления, попасть на прием к специалисту по заболеваниям молочных желез. Акция направлена на ранние выявления патологии для своевременного лечения и снижения смертности от злокачественных новообразований. На спортивных колясках по трассе Формулы-1 в Сочи сегодня состоялась вторая международная гонка Гран-при «Рецепт-спорт». В соревнованиях принял участие 21 спортсмен – паралимпийц из России, Армении и Казахстана. За ходом гонки наблюдала Ольга Десятого. За предстартовой тренировкой Натальи Рыжовой пристально следит тренер паралимпийской сборной России Ирина Громова. Направляет и помогает закрепиться в коляске. Для спортсменки из Красноярска это первый серьезный старт. Удар током в 13 лет изменил жизнь Натальи. Раньше были танцы, теперь спорт. Как-то жизнь на этом не закончилась, что ли, а только началась. И я бы даже не сказала, что там наду или после как-то разделилась. Нет, просто немножечко поменялись цели. Постоянно что-то менять и пробовать – это девиз Сыакджаны Абдикаримовой. На зимней Олимпиаде в Сочи она заняла четвертое место в биатлоне. Была отобрана и на летнюю Олимпиаду в Рио, но по известным причинам осталась вне игр, но не вне спорта. Мы переключились, ну вот уже мы выходили на старт московского марафона, уже были, ну, как сказать, воспрявшие духом. Будем бороться за то, чтобы выступать в Кенчанге. И как это не смешно звучит, будем бороться за право быть спортсменом. Во второй международной гонке на спортивных колясках в Сочи участвует 21 спортсмен, в основном российские. В их числе и 8 пара олимпийцев, которые должны были выступать на играх в Бразилии. Самое главное, что нам соревноваться, потому что когда мы не поехали, мы не смогли участвовать, сейчас нам нужны старты. Мы хотим участвовать, мы хотим тренироваться, мы в это будем делать. Победитель гонки прошлого года испанец Рафаэль Хименес-Баттелло в Сочи не приехал, так же, как гонщики из Германии. Зато гонку поддержали спортсмены из Казахстана и Армении. Для этих республик это буквально первые шаги в пара олимпийском движении. Приехали соревноваться, посмотреть, как в России соревнуются, россияне. В России первый раз. Но пока что все нормально, даже отлично, нормально приняли. Все нормально. Сочинская гонка – это полумарафон. Дистанция 21 километр. Трасса – одна из лучших Формулы-1. Для многих спортсменов даже просто побывать на Сочи автодроме – это уже большая удача, не говоря уже о том, чтобы посоревноваться здесь. Впрочем, сочинская трасса Формулы-1 – это едва ли не единственная трасса для королевских гонок в мире, которая для пара олимпийцев предоставляет такую уникальную возможность. Гонка длится около часа. Сегодня она проходила под дождем. Спортсмены используют резиновые перчатки, что значительно осложняло сцепление. В итоге первым к финишу среди мужчин с результатом 46 минут 49 секунд пришел серебряный призер Игр в Сочи Алексей Бучинок. На финише его встречала жена с ребенком. Среди женщин второй год подряд победу праздновала Наталья Кочерова. Она преодолела трассу за 53 минуты 28 секунд. В принципе, я довольна. Конечно, я шла с ним, и на последние два круга меня не хватило, он от меня убежал. Но, тем не менее, я довольна результатом этой гонки. Следующая гонка пройдет в Сочи уже в следующем году. Организаторы надеются, что интерес к ней будет только расти, в том числе со стороны сильнейших спортсменов из других стран. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. На сегодня это все. Завершаем выпуск по традиции информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.